А знаете ли вы, что мы с вами живем в непригодном для жизни месте? Так считал голландский архитектор Март Стам. Ему поручили заняться проектом города на берегу озера Балхаш. Но изучив местность, иностранный специалист отказался от задания, сказав, что каждый килограмм меди здесь будет получен ценой одной человеческой жизни. И работа перешла к новому архитектору с фамилией Лопавок. Невозможное возможно. Это про наш с вами город. Сегодняшний выпуск мы посвятим интересным фактам о Балхаше. Деревья для Балхаша являются уникальными, потому что изначально здесь была голая степь и не было ни одного растения. Так вот, в 1934 году правительство принимает решение, что нужно озеленить территорию. Отряд из школьников и работников стройки по поручению партии отправились на поиски саженцев пешком в ближайшие аулы и поселки. По дороге они находили карагачей, тамариск и выкорчевывали их для посадки. Позже саженцы начали доставлять по железной дороге из других городов. До того момента, когда при Балхаше пришли люди, первостроители, здесь ничего не росло. Каждое дерево, каждый кустик, который вы видите в Балхаше, да и практически каждая травинка, посажены рукой человека. И это вызывало изумление. Как так? А вот так и было. Очень мужественными и очень любящими эту землю оказались первостроители Балхаша. Хотя она для них изначально была не родная, но стала родной. И они ухаживали за ней каждодневно. Это был подвиг. К слову, именно в 30-е годы среди великих держав мира сложилось мнение, что кочевников-казахов невозможно приучить к производственному труду, а тем более к осознанному образу жизни. На самом деле, среди казахов было много желающих работать на стройке и заводах. Но промышленные точки не имели возможности в голодные годы выдавать паек на всех членов семьи, а у казахов их было не меньше 10. Поэтому кочевникам приходилось покидать стройплощадку в поисках лучших условий. Непостоянными кадрами были и наемные люди других национальностей. А знаете ли вы, почему эта сопка называется Чечень-гора? Так вот, из достоверных источников нам известно, что в начале 30-х среди русских мастеров и строителей были и иностранцы. Многих депортировали из Чечни. Так вот, эта гора напоминала им родину. Они выходили на нее и вспоминали свою землю. Также около этой сопки было много землянок. В основном жили в них чеченцы. Так ее и запомнили. Недалеко от этой горы, приблизительно на месте нынешнего стадиона металлургов, был самый первый базар. Когда его организовали, точно неизвестно, но было это до 70-х годов. В это время рядом с нынешней площадью независимости построили первый торговый центр. Продажи шли в зданиях с вывеской «Рынок», «Волна» и «Дом торговли». Первый кинотеатр находился в одном из клубов медзавода. Он появился еще в то время, когда Балхаш был поселком барачного типа. Был еще кинозал «Ударник». Коллективы этих кинотеатров конкурировали между собой за лучшее обслуживание. В фойе устанавливали газетную витрину и вывешивали свежие номера. Перед началом сеанса организовывали танцы, читали лекции. Первый кинотеатр был все-таки в клубе медзавода, который был построен. Это был барак. Только что в нем не было комнат, а здание барачного типа довольно большое, но к нему было пристроено как бы такое маленькое фойе. И кроме того был кинотеатр «Ударник». На том месте, вернее не на том, а рядом с тем местом, где сейчас баня городская. Ну вот по улице Агибай-Батыра к озеру идете, баня справа, а кинотеатр чуть подальше. Тоже он был барачного типа. Фильмы там демонстрировались, последний сеанс был в 2 часа ночи. Потому что днем жара, и люди работали, и приходили домой в 10 вечера. Когда же в кино пойти? Вот шли на сеанс в 10 вечера, в 12 ночи и в 2 часа ночи. Кроме показов фильмов, местные жители ходили на спектакли. Культурным просвещением работников Балхаша с 40-х до 50-х занимался русский драматический театр, который сейчас носит название Карагандинского Станиславского. Выступить в Прибалхашье приезжал и Московский камерный театр. И в этом же клубе медзавода, с маленькой невысокой сценой и довольно низкими потолками, ну вместимость его, наверное, так, мест, наверное, 300 была, вот. Находился в 41-42 году Московский камерный театр со всемирно известной Алисой Коуновой и Таировым. После московских хоромов, которыми они обладали, им пришлось играть в клубе барачного типа. Такие клубы, кинотеатры и другие здания для досуга строила молодежь. И как пишут в книгах, в свободное от основной работы время. По субботам и воскресеньям таким хобби были заняты не меньше 700 человек в сопровождении песен и оркестров. Одна из таких строек – стадион Металлурга. Когда строительство медзавода закончилось, на сутки старой площадки все еще была экспериментальная база. Позже ее переоборудовали в фабрику. Между двумя точками постоянно шел обмен сырьем и необходимыми материалами. Чтобы упростить процедуру доставки, в 40-х по берегу озера Балхаш проложили железную дорогу. В 1941 году сюда, к сопке Кызылшокы, со стороны береговой линии, по береговой линии, была проложена железнодорожная ветка. И только тогда, возможно, стало уже более регулярно и более предсказуемо организовать производство. Уже прекратились вот эти остановки оборудования, останов перебоев в снабжении сырьем. И эта железная дорога прослужила довольно долго. Балхашцы помнят. Она была, наверное, демонтирована где-то в 80-е и 90-е годы. Дворец культуры хотели построить не там, где он стоит сейчас. Архитекторы планировали, что он должен смотреть с самой высокой точки на город и находиться в самом сердце Балхаша. Выбрали архитекторы нынешнюю площадь независимости. Но тогда это был не центр города, а край. И дворец нашел свое нынешнее место. Самым первым аттракционом для балхашских детей было колесо обозрения. Сооружение высотой в несколько десятков метров простояло недолго. Его убрали в 90-х из-за непрочности конструкции. В 60-е в городе хотели построить памятник лошади. Почему именно ей? И как это животное связано со дворцом культуры? Мы расскажем в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok